друзья всем привет по просьбе одного из моих подписчиков видимо собирается сдавать он на водительское удостоверение город и в кирове чепецки дело в том что у нас есть ну по крайней мере я одну автошколы знаю всероссийского общества автомобилистов ва называется у них есть своя группа вконтакте где выложена маршруты там три маршрута по которым надо будет ездить для того чтобы сдать экзамен гибдд так вот я собираюсь по этим трем маршрутам проехаться и показать вам может быть кому-то это будет полезно в дальнейшем при сдаче экзамена я буду ездить наверное не знаю как они именно в какой последовательности кутка как ездят я просто проведусь по трем маршрутам выйдут три отдельных ролика по каждому из маршрутов и попытаюсь ну что сам знаешь исправил не забыл буду обращать внимание рассказывать и так сегодня ну это у меня начало буду всех частей а сегодня смотрим очередную часть так друзья всем привет едем по маршруту номер два как это вернул на улицу зонтово небольшой кусочек где проезжает видимо когда дождают экзамен по созонтово потом по первом айска и по улице калинина сидим и с вами сейчас данный момент по созонтово вдоль больничного городка который находится сейчас от нас справа здесь у нас знаков вроде никаких нет опять же не забываем начать будет т-образный перекресток вот слева вот перекресток слева поворачивать как здесь не забываем про правила уступи дорогу но помеха справа потому что здесь нет никаких знаков значит пропускаем те кто от нас справа многие очень забывают про это когда здесь еду сейчас нас видите знак уступи дорогу выезжаем на первом айска мы должны посмотреть убедиться что мы никому не мешаем поворачивать справа никого слева вроде тоже не вижу забор высокий плохо мешают но ничего увидели он повернули здесь у нас видите сплошная небольшая точнее небольшая все сплошная здесь нельзя пересекать а сейчас мы с вами повернем на улицу калинина мы поворачиваем с главной на второстепенную то есть у нас преимущество сейчас едем все прямо здесь у нас слева детская больница здесь опять видим нас перекресток разнозначный дорог то же самая помеха справа уступаем дорогу справа нас никого нет можно спокойненько ехать к сожалению вот этот участок как после бомбежки и дорога здесь очень очень плохая но зимой она есть нормально дан момент сейчас на свете дождик идет к сожалению не очень ехать здесь здесь часто очень машины припаркованы местные жители поэтому приходится пропускать машины которые идут по встрече не забываем об этом потому что у нас вроде как правостороннее движение не вроде как а точно поэтому пропускаем сейчас мы с вами будем пересекать перекресток с улицы горла маркса у нас преимущество потому что знак главная дорога вот здесь не очень хорошее место тихонечко вы проезжаем чтобы подвеску не убить а здесь вроде более-менее дорожка вот сейчас мы с вами будем поворачивать направо на улицу ленина уступаем дорогу не забываем знак уступи дорогу и смотрим по право на левую сторону тут с левой стороны мы мешаем справа едут и ладно сейчас мы с вами едем прямо у нас это фор разумеется на зеленый свет если мы едем прямо то нам надо с утра перестраиваться в правый ряд в левый ряд тогда если будем поворачивать налево соответственно может вас инструкторы здесь попросят или инспектор повернут налево кто знает вот здесь у нас небольшое ответвление улицы я не надо как бы на две части делится здесь от этого места конечно по знаку он в виде поворачиваем немножко направо налево нельзя здесь видите справа стороны стоят машины поэтому приходится нарушать а что делать не буду машину сейчас мы с вами пойдем налево на проспекте кирова здесь у нас есть несколько пешеходных переходов где разумеется нужно пропускать пешеходов я думаю все об этом знают мы едем далее опять же соблюдаем скоростной режим при сдаче экзамена больше 40 километров час я бы не рекомендовал вам ездить потому что инспектор может поставить штрафной балл если будете ехать в 60 по крайней мере когда я сдавал было именно так так что тихонечко едем на 40 никуда больно не спешим вот здесь видите знак вообще 20 километров в час обязательно нужно его соблюдать то есть едем 20 километров в час ну и здесь тем более что светофор нужно остановиться вот загорается зеленый едем дальше здесь у нас еще два лежачих полицейских знак уступите дорогу поворачиваем налево по крайней мере так по маршруту и пропускаем все машинки которые у у нас сейчас едут потому что они едут по главной дороге мы все обязаны пропустить здесь мы поворачиваем с вами налево снова на проспект мира хотя по проспекту мира мы сегодня еще пока мы пока на него перекресток с ним выезжали едем прямо я на маршрут посмотрю просто я все время как бы чтобы не спится-то мне у нас пешеходный переход пропускаем пешехода если они будут так мы едем прямо с вами поэтому придерживаемся левой полосы красный свет разумеется опять стоит где-то музыка громко играет едем прямо если с ограничения 40 километров час не забываем и не превышаем опять же пешеходные переходы так же пешеходные переходы еще один пешеходный переход вот на свете 40 километров час максимальная допустимая скорость здесь у нас школа поэтому пешеходный переход есть сейчас на перекрестке мы с вами повернем налево так поехали пропускаем всех машинок которые к нам навстречу забываем пропускать пешеходов которые еще не успели дойти до конца и только после этого начинаем движение здесь же сейчас мы будем поворачивать с вами на проспект Кирова поэтому перестраиваемся на левую полосу будем поворачивать налево здесь у нас видите знак главная дорога обозначен четко поэтому со спокойной душой пропустив пешеходов поворачиваем налево и движемся с вами по проспекту Кирова думаю стоянки на светофоре я буду пропускать ставить паузу а включаться когда уже загорится зеленый вот загорелся у нас зеленый поехали знак у нас вот справа поворот налево запрещен потому что здесь у нас дорога с односторонним движением пешеходный переход людей нет можно уехать снова пешеходный переход опять же повторюсь не знаю как именно ездят просят ездить структура но просто еду именно вот по тем улицам которые обозначены на схеме так ну просто обозначена там синим цветом на карте чпецка тут поворачиваем налево нам нужно улицу ленина сейчас мы будем ехать прямо до улицы ленина до улицы засмовой вот перекресток опять с проспектом мира пауза поехали приезде с инспектором ГИБДД на желтый мигающий лучше конечно не проезжать это я просто проехался чтобы не терять время а сейчас мы снова будем поворачивать налево на улицу снова перестраиваемся в левый ряд опять же пропускаем все встречные машины прежде чем повернуть налево пешеходов нет можно ехать спокойно вот мы с вами повернули на улицу сосновую она у нас не прямая она у нас как полукругом идет а мы по всей по ней не поедем сейчас по этому маршруту а поедем уже до конца маршрута номер два который обозначен группе этой группы которые ну план где дают экзамены где учатся на получение будильских прав здесь видите тоже у нас ограничение скорости 40 км в час тут тоже случаются довольно таки частые пешеходные переходы где мы обязаны пропускать пешеходов не забываем об этом ни в коем случае если у нас пешеходов нет можно ехать сейчас мы с вами будем поворачивать налево можно включить поворотник и также точно пропускать встречные машины если я не буду конечно и поворачиваем тегонечко плавненько не спеша и не торопясь сейчас мы с вами подъедем перекрестку где нужно будет повернуть налево на проспект России тегонослед уже загорелся Опять же пропускаем все машинки встречные и поворачиваем налево. Едем по проспекту России. Самая широкая улица у нас в Чпецке. Машуходов здесь не видать, можно ехать. Перестроимся в правый ряд, чтобы не создавать трудности машинам идущим сзади, потому что мы же едем гигонечко, не торопясь. Тут, конечно, у нас разрешено максимальная скорость 60 км в час, но опять же повторюсь, больше 40 на экзамене лучше не ездить. Сейчас просто прямое участок дороги будет. До пересечения с проспекта Мира, ну улица проспекта Мира, кому как раз так и называют. Кто-то обижаться, что-то называют улицы. По-моему, по-моему, у нас все везде улицы одни. Просто название проспект, улица какая разница. Ну вот, доезжаем до перекрестка. Я сейчас здесь торможу. Вот у нас получается вот весь он второй маршрут, который нужен при сдаче экзамена в ГИБДД. Вот второй маршрут я вам показал. Надеюсь, было понятно и интересно. Всем пока. До новых встреч.